Несмотря на свой молодой возраст, эти девушки не знают фактически усталости. Вчера Тейлор Баб, к примеру, рвала 85 килограмм. Можете себе представить, не каждый взрослый дядька сейчас дает ему штангу. Вообще выполнил тревог, а тем более с такими килограммами на штанге. И то подавно. Ну что ж, одиннадцатая дорожка. Думаю, что Тейлор Баб, также Морган Грей и Крэнни Голд, это девушки, которые будут сейчас бороться за победу. Как в этом комплексе, так и в комплексе, так и в CrossFit Games 2017 в своем дивизионе. Ну что ж, Тейлор Баб выиграла на комплекс первой, на повторном максимум в рывке. Она член американской сборной по тяжелой атлетике. Довольно интересная комплекция у нее. Можно сказать, что гимнастка эта девушка, неожидан тяжелый атлет у нее. Так своеобразно выгибаются локтевые суставы, когда она выполняет рывок. Просто как будто девушку-гимнастку взяли и поместили на тяжелый атлетический подиум. Ну что ж, сейчас дело не о штанге. Сейчас предстоит выполнить 30 калорий на ассалт-байке. Далее, спрыгнув с него, побежать на противоположную сторону этого стадиона, взять гантель и совершить два отрезка выпадами с гантелей над головой. Ну что ж, ключи к победе в этом комплексе просты. Это спокойствие и управление гантелей на выпадах, то есть нужно контролировать ее и ни в коем случае не торопиться. Ну а что касается велика, Как было написано, выиграть этот комплекс на велике ты не сможешь, если закончишь с самой первой крутой педали, но проиграть вполне возможно. Дан сигнал к старту, и девушки поехали в путь со своими калориями. Если в обычных тренажерных залах девушки стараются избавиться от этих пресловутых калорий, то сейчас заветным желанием у каждой из этих ответов будет набрать поскорее вот эти 30 калорий. Ну что ж, да, сосредоточенные девушки. Педали крутят велосипед, взгляд успемленный. Далее, на заветную гантель, с которой предстоит делать выпады, даже не смотрит, как эта атлетка на дисплей своего велика, на котором показывается, сколько же калорий ей еще осталось преодолеть. Ну что ж, на это есть судья, можно вообще закрыть глаза, выполнять езду на велике, на велотренажере. Крышка этого комплекса 5 минут всего лишь, и одна минута уже практически завершилась. В прошлом комплексе за минуту 10 одна из девушек справилась с велосипедом, хотя категория была по-младше. Дэйлэр Бабб в этом втором месте сейчас, опять же, она 5,438 литра, 16-летняя, вышла в 9-й в целом. И она была так сильной и так композна вчера, и я не буду удивлен, чтобы она сделать это же. Я имею в виду, что мы видели это с ребятами раньше, и некоторые ребята, которые пришли немного позже, вышли и сделали фантастическое обучение на лунжах. Ну что ж, как я и сказал, Морган Грей и Дэйлэр Бабб будут бороться в этом комплексе за победу, и как раз таки Морган Грей уже подбежала и схватила свою завершенную кантель. Ну что ж, пошли девушки в пути своими могучими выпадами длиннющими. Необходимо касаться каждый раз коленом и покрытия пола, иначе я буду не засчитывать вам повторения и отправлять каждый раз назад и назад. Ну что ж, две минуты прошло. Большинство из атлеток уже спрыгнули с велосипеда и не отправились в путь к своему... ...в пути к финишу, делая выпады оверхэта из кантелей над головой. На некоторые из девушек и заносят кантель даже немного за плечо, некоторые держат вертикально над головой. Ну что ж, у всех разная стратегия, разная техника выполнения выпадов. Да, кому-то дается полегче, кому-то посложнее, как, например, атлетик, который сейчас на наших экранах. И мы за атлеткой Грей, конечно же, наблюдаем. Она идет пока что на первой позиции. Один отрезок она прошла. Да, уже обратно шагает, хотя ее соперницы только лишь в одну сторону пока что еще не прошагали. Совсем юные эти атлетки, 16-17 лет, но можете верить и можете нет, уже через год или два им предстоит возможность участия в основном в дивизионе Росфит Геймс. Можете себе представить Саманту Брикс и, например, вот эту атлету, которая сейчас на наших экранах, буквально в точке матери они могут поиграть спокойно. Очень большая разница в возрасте, но ничего. Саманта Брикс сегодня сказала, что я вообще не чувствую себя старой. И если вы называете старостью то, что сейчас происходит со мной, то я просто на седьмом небе. Отчасти по такому случаю. Да, Грей заканчивает. Посмотрим. Много атлеток я закончила одновременно. Остается работать минута 10. И я напоминаю, что после того, как девушки дошагают до финиша, мы сделаем небольшой перерыв, буквально 20 минут, и после этого будет включение с индивидуального комплекса полоса препятствий. В свою очередь, вы пишите в комментариях то, как вам наша трансляция, насколько хорошо меня слышно и хорошо вам видно наших прекрасных атлеток. Остается 40 секунд работать девушкам, и хотелось бы, чтобы все они сумели дойти до конца. Да, оглянулась на севью, перебежала через финальную полосу. Да, вот эта вот приживолосая девушка, конопатая. И интересно, где же Тейлор Баб? Закончила ли она? Да, все больше и больше закапываются атлетки оставшиеся на площадке своих выпадов. Остается работать всего лишь 3-2 в одну секунду, и комплекс завершен. Ну что ж, друзья, все тинейджеры отстрелялись в своем комплексе, и мы уже увидимся с вами на полосе препятствий.